Включаю сейчас запись. Все, запись пошла. Начинаем. Если будут у вас вопросы... Сегодня у нас была офлайн-конференция. Сказали, что сертификация транспорта произойдет. Хотелось бы узнать, когда будет открыта обещанная биржа второвичного акционного рынка. Хорошо. Я не оракул, уважаемая Марина, но я примерно знаю тенденции, и, как и все, могу только прогнозировать и говорить, от чего это зависит. В принципе, и вы сами можете это прогнозировать, но мы об этом еще поговорим чуть попозже. Чуть убавший звук. Хорошо. Сейчас убавим. Как сейчас слышно? Сейчас лучше, Евгений? Да, все, спасибо. Спасибо. Я надеюсь, и всем остальным хорошо слышно, потому что звук зависит еще от того, что вы можете у себя в кабинете тоже звук немножко регулировать. Вы знаете, да? Но когда все акции выкупят, тогда будет вторичный рынок. Не совсем так, Олег. Когда все акции выкупят, тогда будет вторичный рынок. Мы акции, во-первых, не выкупаем, а мы инвестируем. И таким образом, когда распределят акции как залог наших инвестиций, правильно так говорить и понимать это дело. Но суть не в этом. Суть в том, что мы приобретаем, как бы, взамен своих инвестиций приобретаем акции. Мы инвестируем, получаем залог акции, но не покупаем. А осуществляется так называемая сделка обмена денег на акции. В принципе, это не совсем то, что купля-продажа. Я просто повторяю это еще раз, чтобы это хорошо понимали и домысливали. И сегодня я, дорогие друзья, начну вот с чего. Вы знаете, может быть, это возраст, может быть, какой-то опыт. Иногда, как бы, тянет на философию. Поэтому я бы начал сегодняшние адресные проекты. Я обещал, что мы придем к адресным проектам. Были вопросы. Эта тема время от времени поднимается, становится актуальной. И сегодня я постараемся поговорить об адресных проектах, об основных моментах. Буду останавливаться на самом существенном. У кого появится необходимость, можете вернуться, получить этот материал. Он несколько обновленный материал. И потом мы перейдем в конце к тому, что будем говорить об адресном проекте поселения линейного города. Или линейный город и поселение. Потому что здесь есть много, что мы могли бы с вами обсудить. Это полезно. Этим самым мы будем вместе с вами в том количестве, какое у нас здесь будет, будем формировать то квантовое пространство или то будущее в квантовом пространстве. Ибо после того, когда мы подумали, после того, когда мы обсудили, мы начинаем это создавать уже на тонком плане. Такова реальность, дорогие друзья. Осознаем мы это или не осознаем? И я вернусь обратно к мудрости, потому что мудрость вся существует вне нас. И вот я пользуюсь здесь. Да, выложу, выложу, Адам. Обязательно выложу. Сейчас, одну минуточку, я этот слайд вам сразу сюда поставлю. Так, одну минутку. Так, вот я его поставил. У вас там есть сегодняшний вот этот слайд. Адресные проекты и время, скорее, технологии. Значит, смотрите. Начнем с того, что, как говорит Ягуда Берг, я о нем вам говорил, это один из каббалистов, сын Рава Берга, из каббала центра. Я время от времени почитываю ценные мысли. И хочу просто поделиться мыслью, которую он изложил, и теми ассоциациями, которые у меня выскочили или выплыли в связи с этим. Он говорит, что существует лучшее и худшее. Это факт. И это мы все понимаем. Но, дорогие друзья, мы живем в яркие времена. Кто-то скажет, что одновременно лучшие и худшие в истории. Да, естественно. Потому что в них так много боли и страданий. Однако, он говорит, я никогда в жизни не видел, чтобы столько людей пересматривало и трансформировало свою жизнь. И это очень ценно. Кто же, ведь посмотрите, ведь мы, кто мы сегодня сидим и слушаем вебинар, участвуем в этом вебинаре, со-переживаем, со-участвуем. Ведь мы со-участвуем. У каждого возникает своя определенная ассоциация. Поэтому порой мы буксуем и думаем, ничего не получится. Ну и что с ним? Я извиняюсь за такое выражение. Ну и без с ним. Это не совсем так. Тут и приходит время, как говорит опять-таки тот же самый Берн, что время задать вопросы. И эти вопросы там он много и задает. Но самые ценные из них, четыре, как я рекомендую и вот на мой взгляд. Это пропущено через меня, делюсь тем, что имею. Учусь ли я, задай себе вопрос? Я себе задаю достаточно часто этот вопрос. Учусь ли я? Второй вопрос. Думаю ли я о других? Думаю ли я о других? Я глубоко уверен, что люди, которые подключаются к скале, это не простые люди. Это люди, в основном, которые чувствуют и задают этот первый вопрос, и задают этот второй вопрос. Ведь я инвестирую, я думаю не только о себе. На втором уровне я думаю о том, что как будет с моими близкими. На третьем уровне я понимаю, осознаю или не сознаю, то, что я поддерживаю рождение технологии в реальном действующем транспорте нового поколения. То есть тех идей, которые проращивал, проращивает и будет проращивать Анатолий Эдуардович, его КБ, его все соратники, каковыми и мы являемся с вами, друзья, в той или иной мере. Поэтому следующий вопрос. Выхожу ли я за пределы своей зоны комфорта, дорогие друзья? Ведь иногда так хочется... Ну, вот вроде я привык, вроде усиделся, вроде бы мне это привычно. Я знаю одну программу какую-то там, ну, скажем, интернетовскую, или я какую-то компьютерную программу знаю. Да, она мне нужна. Нужно ли мне переходить в другой браузер? Нужно ли мне в новый скайф переходить? Ведь так удобно. Нужно ли переходить в новый кабинет, друзья? А тут меня подталкивают. А ведь нужно, понимаете? Нужно выходить из зоны комфорта, ничего не поделать. И четвертое. Я выдавил бы такое, что бросаю ли я вызов своему эго? Подумайте над этим, дорогие друзья. Я не буду его раскрывать, как я его понимаю. Бросаю ли я вызов своему эго? Задумайтесь, коллеги, друзья, соратники, всем, кто мы есть. Идем дальше. Таким образом, дорогие друзья, вопросы правильно, высоковибрационные, мощные, энергетические. Мы даже порой не представляем, как... Вот, ребята, например, сейчас идет очень мощно, не только потому, что идет завершение седьмого этапа. Значит, вы не представляете, что говорят технические специалисты и инфотехнологические специалисты, как бы, компании Capital. Бывают абсолютно абсурдные вещи, когда просто что-то сгорает, понимаете? От мощной энергетики. Просто от мощной энергетики, которая идет, сопереживание, которое у нас существует. И не только потому, что там что-то не проходит или иначе. Просто сопутствует этому процессу, в котором мы с вами участвуем, мощная энергетика. Люди просто на пустом месте заболевают, там, и так далее. Почему? Потому что они задают себе вопросы с первого по четвертый хотя бы. За этим тоже очень много стоит, дорогие друзья. Да и старый кабинет хороший был. Конечно, был хороший. Новый будет еще лучше. Я вам обещаю, дорогие друзья, дело в том, что... Как уже и на иных вебинарах говорят, не покуплюсь, и я вам буду сказать, что мы сейчас готовимся к тому, чтобы прийти на очень мощный уровень. То есть ежемесячных инвестиций довести до 5 миллионов. До 5 миллионов, дорогие друзья, ежемесячных инвестиций. То есть это очень непросто, но, скажем так, для этого, чтобы давать большие результаты, нужны и очень хорошие инструменты. Нужны все подспорье привести в порядок. Все системы, подсистемы, которыми мы пользуемся, начиная от личного кабинета, проходя через наш сайт, привлекая различные другие средства, работы в сети, информирование и так далее, форумы, прочие-прочие-прочие дела, участие в различных мероприятиях и наше участие в так называемых инициациях и подготовке адресных проектов. Ведь вопрос не в том, буду ли я управлять или управляющей компанией адресного проекта. Вопрос больше в том, что начинаю ли я. С одной стороны, я вернусь обратно к тому, что прошелся по нашим чатам, и в нашем чате был ролик о том, что Дмитрий Счастливый организовал, организует, он уже давно занимается этим в Иркутске. Когда-то еще в прошлом году, весной прошлого года, мы с ним обсуждали, что могло бы быть в Иркутске. И видите, процесс идет. То есть там абсолютно нормальный процесс, у него есть свои положительные, есть отрицательные стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Но тем не менее, человек занимается, и это очень положительно. Поэтому, скажем так, идет обсуждение, идет посев семян Скайвей в среду, в которой люди находятся. И это очень важно. Это очень важно, дорогие друзья. Пойдемте дальше. Значит, содержание беседы в дом Скайвей мы сегодня не будем трогать, это технопарк мы знаем. Я просто покажу вам, это был март прошлого года. С марта началась, здесь можно написать, начинается сварка струн эфир, натяжка струн путевой структуры. Натяжка еще не начиналась, но все это предполагалось. Любая мысль остается в форме семи и не проявляется до тех пор, пока ее никто не наблюдает. Мы начали это наблюдать, и вот она уже проявляется. Я не стал даже сюда добавлять пунктов, которые появились сейчас. Я просто запустил видео с Алексеем. Спасибо, Алексей Яков сегодня помогает. С его помощью я запустил ролик, где Анатолий Дарвич и Кириченко обсуждают, или при помощи Кириченко он обсуждает и рассказывает о тех конструкциях, металлоконструкциях путевой структуры, которая уже привезена и привозится на ГЭКО-технопарк для установки, для ее отладки и установки. То есть это был март, и сегодня мы находимся в середине октября. Ну, скажем, не в середине уже, а в конце 2 декабря, октября. Вот, поэтому процесс идет, и это естественно. Но, смотрите, никогда не стоит забывать того, что авиасмертность составляет 4,4 человека. Это на миллиард километров. На миллиард километров. И вы знаете, сколько миллиардов километров пролетает самолет. Железнодорожная смертность составляет 5,6 человек на миллиард километров пройденного пути по видам транспорта. Чуть меньше, но смотрите, сколько здесь людей на 1 миллиард километров. И автосмертность в 2 и более раза выше, чем авиасмертность, 9,4 человека на миллиард километров. Казалось бы, кощунственно сравнивать такие цифры, но они цифры статистики. И это надо учитывать. Вот ради чего идет вся вот эта работа, которой занимаемся, в том числе и мы с вами. Значит, транспорт SkyWay повышает безопасность в 300 раз по сравнению с авиатранспортом, в 113,1 раз по сравнению с железнодорожным и в 10 тысяч раз по сравнению с автомобильным транспортом. То есть я каждый день сажусь в автомобиль, перекрещусь и говорю, господи, выведи меня, да помоги мне. Потому что абсолютно, абсолютно, значит, ну, скажем, опасный вид транспорта. Но тем не менее мы вынуждены этим заниматься. Вернее, это использовать пока. Значит, я повторил здесь просто обычный перечень. Значит, основные, основы инициации адресных проектов. Вы здесь можете посмотреть, я не буду зачитывать, собрать информацию и проанализировать. Вот. Все то, что здесь важно. Договориться об участии, подготовить свой стенд где-то на какой-то, значит, выставке и так далее. Это был самый такой простой, как бы, алгоритм участия, если рассматривать распространение информации. Многие этим путем пошли. Вот тот же самый, например, ролик, где Дмитрий Счастливый показывает в начале. Показано там на этом ролике, что происходило в Иркутске. Абсолютно тот же самый сценарий. Показано там, провести какую-то конференцию, провести там предварительные встречи, значит, пиар с кайвером, различными методами. И стратегия общения, которая рекомендуется. Мы предлагаем, а не просим. Мы предлагаем, а не просим. И мы предлагаем то, что есть возможность вот этого всего уменьшить эти показатели. Или эти показатели будут уменьшаться благодаря тому, что люди будут все больше и больше воспользоваться, пользоваться теми возможностями, которые представляет новая технология, вернее, технология нового поколения транспорта. Это технология SkyWay. И далее, участвуют в конференциях, выступах, форумах, дискуссиях. Ведь участие, например, то же самое прекрасное, как бы, пример это участие в Иннотрансе 2016. То же самое. Шло в определенный процесс. Вы посмотрите, какой мощный после голоса вот этого всего мероприятия, которое прошло в Берлине в сентябре месяце. Просто мощнейший. Поэтому эта схема работает. Вот. И ею рекомендуется пользоваться. Этапы. Мы много говорили об этапах адресных проектов. Есть. Просто запомним или будем знать и учитывать это в своей работе, что предпроектная фаза. Ну, пардон, я кручу, а никто не видел. А, стоп. Значит, предпроектная фаза. Проектная фаза и фаза строительства. До этого длинный, достаточно длинный путь. Хотя по времени фаза строительства значительно больше. 2-5, от 2,5 до 5 лет фаза строительства. Она начинается более-менее на четвертом этапе проектно-изыскательского разрешительных документаций. Потому что не имеет раньше смысла начинать вот этим заниматься, пока не пройдены вот эти предварительные. Инициация проекта, адресного проекта. То есть разобраться, что, где, зачем, есть ли заказчик, есть ли там инвесторы заинтересованы. Этот процесс по-разному может происходить. Но он существует. Это нулевой этап. То есть ноль. На пустом месте начинает что-то происходить. Презентационные материалы подготовить. Это первый этап. Он начинается уже, когда более-менее известно, о чем идет речь. Презентряска конкретному месту. Я не раз вам тоже показывал разные варианты, которые происходили в Эстонии, в Латвии, в других местах. Вот. Предпроектное предложение. Это оформляется, когда уже более-менее выяснилось, что, как, кто будет участвовать. Готово или на каких условиях привлекается финансирование. Возможности финансирования подготавливаются. И смотрится так называемый реальный заказчик. Появляется или не появляется. Предпроектные работы. Как только это выяснилось, предпроектные работы и исследования начинаются. И это так называемая предпроектная фаза. Она заканчивается перед тем, как начинается четвертый этап. Поэтому я его, видите, стрелочкой разделил. Тут трудно четко сказать, что нет, вот отсюда начинается. То есть третий этап, он переходит, или в честь работ, переходит в четвертый этап. И суть сейчас не в этом. Но это все предпроектная фаза. То есть только тогда, когда предварительные работы и исследования проведены, предварительные, можно сказать, и принимать решения, инвестиционные решения принимаются, и после этого начинаются вот эти работы. Это все прекрасно, сидим, внимательно последите, проследите логику, которая происходит, или которая проистекает в австралийском проекте, который наиболее на виду. Это все видно. Скажем, Эко-технопарк, он не совсем типичный в нашем понимании будущих адресных проектов проект. Естественно, он проект, и он первый адресный проект. Тут можно спорить, можно не спорить, но, по крайней мере, я так считаю. И суть сейчас не в этом. И дальше начинается стадия фаза строительства. Поэтому, смотрите, идем дальше. Что здесь еще существенное, что я вам хочу донести? Различные варианты, кто могут участвовать. Инициаторы-организаторы до 12%. КБ может участвовать, может не участвовать. Вместо КБ это может спокойно быть, и это будет, скорее всего, как оно и есть в австралийском проекте, это Global Transport Investments, JTI. Могут быть какие-то региональные компании. Как у нас вот рассматривался вариант здесь, в Скандинавии, или вокруг Балтийского моря. Другие привлеченные лица. Могут быть кто заинтересованы, что тут греха таить. Вот примерно такое. Но всегда Global Transport Investment или головная компания участвует не менее 50% в фирме, инициирующей, извиняюсь, фирме Global Transport Investment, не КБ, а Global Transport Investment, фирме, инициирующей адресный проект. И уже в свою очередь, где заложены интересы возможных, это возможные, точно есть инициаторы-организаторы и точно есть Global Transport Investment. Часто оно это дело конкретного реального случая, реального проекта. И фирма, инвестирующая, создается. Она является, с одной стороны, участником, инициатором создания фирмы, управляющей адресным проектом. И привлекается фирма-инвестор. Это не значит, что фирма, инициирующая адресный проект, ничего не инвестирует. Поэтому, когда мне задают вопрос, когда мне задают вопрос, ага, а где же мы будем, и как мы будем вкладывать свои акции в будущую управляющую компанию? А вот мы будем отсюда вкладывать, через эту компанию. Эта компания позволит нам прямо сюда вкладывать, от своего имени вкладывать эти свои пакеты акций. И это будет наш вклад в управляющую фирму, которая сможет, благодаря этому, организовать финансовый поток для адресного проекта. Это, естественно, фирма или фирмы-инвесторов, как это происходит и в Австралии сейчас. И дальше появляется юридическое лицо, представитель пользополучателя. Кто в австралийском проекте юридическое лицо, представитель пользополучателя? Естественно, это университет, для которого строят первую пилотную трассу между университетом Фландерса и его кампусом. Вот это юридическое лицо. Смотрим, что у нас дальше происходит. Смотрите, есть еще, значит, тут такие нюансы. Начался, я смотрю тут... Сейчас я одну минуточку, я извиняюсь. Вот засмотрелся. Сейчас я посмотрю, что там было выше. Угу. Ладно, идем дальше. Тут то же самое. Появляется еще заказчик, видите? Здесь появляются еще заказчики. Его тоже надо зачастую участвовать, потому что, например, Фландерский университет, он не является заказчиком. Там заказчиком будет другая какая-то компания. Скорее всего, местное самоуправление, какая-то организация. Но суть не в этом. А суть сейчас не в этом. То есть различные варианты здесь возможны. У нас есть контрольный момент, но мы все готовы. Ну, что, конечно, суть не в том, как не в этом. В общем, заинтересует... Продолжение следует... 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 И как я уже на прошлой неделе вам написал, или всем нам написал, себе в том числе, что давайте более трепетно относиться к тому пространству, которое нам выделено в интернете, в скайпе. Пока в скайпе мы будем и дальше еще, скорее всего, сконцентрируемся, может быть, на Фейсбуке или ВКонтакте отдельно, отдельной компанией, которая будет заниматься уже более подробно адресными проектами и их подготовкой, обучением и так далее. Я это рекомендую, по крайней мере, сейчас, пока есть это возможность. Далее, возможно, особенности, вот смотрите, значит, что здесь у нас еще? То есть, таким образом, у нас появляется что? У нас центр консультации, это так называемые, как бы, ну, основные группы поддержки адресных проектов, центр консультации адресных проектов, инвестиционный совет. У них есть свои функции, пока они не функционируют, потому что фактически это одни и те же люди, это РСВ, инвестиционный совет. Время от времени, спрашивают совета у экспертов из Skyway Capital, вот, или у других экспертов. В данном случае членом инвестиционного совета и центра консультации является, естественно, скажем так, ну, это Родхук, самый первый, пронесший на себе самую такую любимую долю первого первичного опыта, пилотного опыта адресного проекта. Это факт. Компании, ведущие адресные проекты. Компания управления адресным проектом по транспортным системам и компания управления по адресным проектам инвестиционных туристических кластеров. Их надо различать, они от себя, они по себе отличаются и, в принципе, но это такая больше, значит, внутренняя, и суть сейчас не в этом мы будем это разбирать. Здесь еще важно то, что, смотрите, вот эта компания, в данном случае, с ContrastNet, вот она, эта компания, вот это региональный центр, видите здесь, да? Региональный центр, опорная компания, которая на какой-то регион будет нести тоже свои определенные функции, потому что, фактически, центр консультации адресных проектов, инвестиционный совет и региональный центр, опорная компания фактически будут так называемыми опорными структурами или опорной средой для будущих адресных проектов. По крайней мере, это так можно систему представить. Как она будет, дальше посмотрим. Теперь смотрите, что у нас происходит на финансовом поле, на региональном поле. Unisky Corporation, Unisky, инвесторы, которые через Eurizing, Real Sky Systems Holding и Capital организуют процесс инвестиций. Вот, GTI является полноправным представителем, здесь могут быть и другие инвесторы, они входят, это и компании, это и частные лица, которые входят не через Eurizing, но они все равно через GTI обретают акции, не обретают, а становятся владельцами в процессе инвестирования акций залоговых акций из компании или акций залоговых от компании Eurizing Real Sky Systems Holding. Это самые лучшие акции сейчас. Таким образом, дальше GTI участвует и все мы участвуем в управляющих компаниях, можем участвовать в управляющих компаниях. Или GTI является основным, как бы, участником в будущих управляющих компаниях. Подтвержу это следующим образом. Вот она, раз GTI участвует, вот она участвует, здесь это как бы GTI, она участвует, она участвует через это, участвует в адресном проекте прямо, прямо, косвенно, по-разному. Так, вот, поэтому это все так. Значит, что, видите ли, теперь вот все то, что связано с развителем адресных проектов, это напрямую связано и с будущими поселениями нового уклада. Это неизбежно. Об этом мы мало говорим, но я и мои коллеги посчитали необходимым снова вернуться к усилению вот этого, что фактически линейный город, видите, здесь прямо четко написано, линейный город, это дереват адресного проекта скоростная трасса. Или так называемая транспортная структура высокоскоростного транспорта. Или высокоскоростная транспортная структура. Это дерева, то есть производный, он становится возможным, необходимым. Появляется логистическая артерия, сеть, и это является самой основной, как бы, составляющей, или одной из основных составляющих, если не сказать ключевой, для возникновения поселений будущего и линейных городов. Желаем мы того, осознаем мы это или не осознаем, я глубоко уверен сегодня, что будущее наше проживание будет осуществляться вот именно в комфортной среде этих городов. Да, сегодня тоже люди везде живут, в тех городах, кому угодно, как я всегда сравниваю, кому угодно спать, пардон, я извиняюсь, бок о бок с тещей своего соседа, которая фактически стоит в кровати у моего друга, он всегда это говорит, я повторяю его, я люблю других умных людей повторять, он говорит, дешки-матрешки, ложусь спать и чувствую, что сплю рядом с тещей моего соседа. Желаем знают, что у него кровать за стенкой, стенка хорошо, если там 20 сантиметров есть, а поле наше, энергетическое поле каждого из нас 50 сантиметров, то есть полное перекрещивание идет, и бог его знает, в каком настроении она легла отдохнуть или поспать, или выспаться, да, и тут ложусь я. Вы понимаете, в какой среде мы живем? Я уже не говорю о том, что надо мной тоже кто-то живет, как он говорит, подо мной кто-то живет, слева живет, справа, то есть мы живем в клетках, куда нас догнала индустриальная эпоха и история развития, технологического развития человечества, прошлых эпох, как бы. Но мы входим, вошли и идем дальше в новом технологическом укладе, поэтому мы должны, обязаны и готовы формировать понимание того линейного города, того, где мы хотим жить, где мы хотим, чтобы наши дети, наши внуки, наши потомки там жили. Бизнес только еще впереди, дорогие друзья, поэтому не бойтесь, что закончится, кто бы вас там не пугал, и вы сами не пугаетесь, что бизнес только еще впереди. Те люди, которые сейчас активно инвестируют технологию в Каписнопарк до конца 2016 года, получают доступ к распределению прибыла всех будущих адресных проектов. Это уже свершающийся факт. Остальные, возможно, получат доступ к покупке акций будущих адресных проектов, но с более низким уровнем капитализации. О чем это говорит? Это говорит о том, что и адресные проекты. По адресным проектам, смотрите, управляющая компания, получив отсюда наши какие-то акционные вложения, акционные, не денежные, акционные вложения, привлекая деньги инвесторов, почему бы не привлечь инвестиции и выпустить так называемый дереват уже адресного проекта акций? Вполне возможно. Это типа того, как, может, кто-то из вас слышал, кто не слышал, были, выпускали акции компании, которая строила или управляла строительством лондонской подземки. И вот на одном из вебинаров, который происходил в Лондоне, или на одном из семинаров, вернее, который происходил в Лондоне, семья одна встала и говорит, что вы знаете, давайте тут не надо там ни Джобса, ни Фейсбука вспоминать, Марка, а давайте наш конкретный пример. Наш прадед получил акции взамен заработной платы, не было компаний возможности выплатить, с каждого времена отсрочили там на несколько недель, выдали акции. И, вернее, даже выдали тогда долговые расписки, что они могут воспользоваться после того, когда через какое-то время там было указано, воспользоваться и купить акции, или получить заработную плату в виде денег. У прадеда хватило ума, он купил, вернее, он воспользовался и приобрел акции через эту расписку, и плюс еще приобрел акции. Вот они говорят, что сегодня наша семья, уже третье поколение, мы живем за счет тех поступлений и тех дивидендов, которые тогда заложил, в виде акции заложил эту основу наш прапрапрадед. То есть, видите, это абсолютно реальные вещи. И таким образом, дорогие друзья, не туда я пошел, таким образом здесь у нас вполне это возможно. То есть, понятно, да, все инвесторы получают возможность дополнительного прибыли от... Я добавил сюда еще третью, в прошлый раз, как вы помните, я рассказал вам об этом, да, это рост стоимости акций, это естественно, дивидендов, возможный рост, да, прибыли от просто стоимости акций, за счет дивидендов, и третье участие пакетами своих акций в построении финансовых потоков адресных проектов. Вот я здесь повторился. Так, вопросы возникли, сейчас я к ним вернусь, иначе я тут бегу. Ну, как выйдешь из зоны комфорта, да, правильно, да, и старый кабинет, да, 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 идти в зону комфорта, так, хорошо, автосмертность, но решать, быть или не быть, а будет только три, нет. Пока да, не три лица, совет будет решать, но основным руководителем этого совета является Анатолий Городич Веницкий. Это факт. Естественно, будут привлекаться те люди, кто больше всего знают. Да, вы правильно перечислили. Веницкий, Хук, естественно, Бабурин, это, значит, это Сибиряков, это члены нашего общего совета. Я не исключаю, что я буду участвовать в этом процессе. Так что прошу любить и жаловать. Опыт есть какой-то. Так, открыл, да, да, правильно, но у него были другие условия, Адам. Дело в том, что дал обязательства инвесторам. Дело в том, что обязательства раньше нельзя выпустить, можно выпустить, но они будут законны, если за ними стоит определенное имущественное залоговое какое-то залоговое имущество. Если этого нет, то официально выпускать нельзя этих самых обязательств. Но это отдельная история, не тема нашего сегодняшнего разговора. Так, что там у нас еще? Пока ничего нет. Идем дальше. Таким образом, дорогие друзья, мы подходим здесь с вами к тому, что те, кто решат или, значит, примут решение, и я это тоже повторяюсь, потому что повторение мы от учения, об этом мы уже говорили, тут только картинка несколько другая. Как рационально действовать, на что опираться? Да, можно одиночкой во всем участвовать, что идти дальше. Это тоже путь к развитию. Естественно. Но на таком-то этапе вы поймете, что, значит, все самому не сделать. Как бы это ни хотелось бы. Ну, просто не сделать. Поэтому возникает вопрос, понимаете ли вы и осознаете ли вы. Многие делают не осознавая, но интуитивно зная, какова миссия. В данном случае мы говорим об адресном проекте, тогда вопрос в том, что запуская или задумывая, или заиницируя, или подходя к этому. Разберитесь в миссии. Она громко звучит, но это очень необходимая вещь. Мы не будем сейчас опять как бы внедряться в сущность миссии, но это есть тоже планирование будущего. Это понимание, ради чего мы это делаем. Дальше. Команда. Создание команды. И третье важное. Это так и называемые три столба или три грани этого, значит, мощного треугольника. Его предложил Роберт Киосаки. Помогал им в этом, кстати. Официально об этом нигде не говорится, но в одной статье, значит, я прочитал, что это был и Дональд Стран, который, значит, у них есть совместная книга, написана «Прикосновениями даться». По-моему, так она называется. Но он участвовал в разработке вот этой идеологии. И самое главное здесь, казалось бы, что всегда ставится, после того, когда вот эти три элемента определены, все рвутся к продукции, то есть рвутся к адресным проектам или к конкретной трассе, которая является в нашем случае адресным проектом, является продукцией. А надо-то начинать, дорогие друзья, с пункта один. Это с денежного потока, с организации общения. Помните, о чем мы говорили в начале сегодняшнего нашей беседы? Создание системы, в которой мы будем функционировать. Ведь организационная структура – это есть система, шпаргалка есть. Пользуйтесь. Решение правовых вопросов в этом регионе, о котором мы говорим конкретно. Пойдем в Индию – там одни условия. Пойдем в Китай – там аналогично, но несколько других условий. Придем в Скандинавию – здесь еще третьи. Пойдем в Америку – там четвертые. Придем в Иркутск – там пятые. И не обязательно даже, хотя Россия большая, но в Иркутске могут быть и будут, естественно, другие условия, чем в Москве. Это факт. Могу сейчас, можно было сейчас массу примеров принести, но я абсолютно уверен, что люди, которые меня слушают, прекрасно сами могут дополнить то, что я сейчас сказал. И дальше мы приходим только к пятому, это к продукции, очень четко, зная, что это такое. Это не значит, что мы только тогда начинаем кибрид, но ее так называемая приоритетность на пятом месте в данном случае. Но мы это предусматриваем, когда мы говорим о денежном потоке. Естественно, такова розыка рациональных действий. И я рекомендую, неважно, говорите вы об адресном проекте, или вы начинаете планировать свадьбу своего внука, своей внучки, своих детей, или свою личную свадьбу, в конце концов, или какой-то юбилей. Точно все это работает прекрасно, причем. Что является продукцией в случае свадьбы? Подумайте над этим. Что я могу получить и в чем моя мотивация? Ну вот это все, прочитайте. Я надеюсь, что вы читать, я уверен, что вы читать умеете. Вот. Все это здесь прекрасно описано, и суть не в этом, чтобы я это перечислял. Могу прокомментировать, если кого-то заинтересует. А как тоже начнутся дать дивиденды? Ага. Ну вот, давайте разомнемся, иначе я заговорился. С ПБР всем разумываю. Привет, Питер. Как скоро ждать дивиденды? Ну, ждите, а не придут. Лидия. Дело-то в том, что, ну что такое скоро? Это типа того, что вы знаете, что посадили, я приведу этот тупой пример, с китайцами и картошкой. Ну, посадили картошку, мы знаем, что покушать спелые, свежие картошки мы сможем только после того, когда она отсветет. Произойдет зависть плодов. Придет наполнение минералами, различными веществами. Мы посмотрим на небо, посмотрим на листья, ага, уже осенью запахло, или каким-то периодом у нас это не в обычном поясе. Понятно, да? То есть, определенные этапы. То же самое, как, пардон, когда родится ребенок? Ну, тогда, когда пройдет 7-9 месяцев. Я извиняюсь, но это так. Поэтому здесь, когда по времени, давайте прогнозировать. Как вы думаете, сами, Лидия, когда можно ждать? Единственное, что является характером, это то, что дивидендов можно ждать лишь тогда, если вы не участвовали в вебинаре, на котором я приводил пример. Когда на одну акцию мы хотели получить 1 цент. На одну акцию, то есть на 1 доллар, мы хотели получить дивидендов 1 цент. Это значит, что если у вас не менее миллиона акций в резерве, на вашем, как бы, регистрационном счету в компании «Евразиан Релс Кавиа Системс Холдинге», вы получите по 1 центу на одну акцию. Это значит, вы получите 10 тысяч долларов. Но в каком случае? В том случае, когда, не если, а когда, Global Transport Invest. Сейчас я покажу вам. Вот это компания, Global Transport Invest, которая является учредителем Евразиан Релс Кавиа Системс Холдинга. Здесь тревога двухсторонняя должна быть. Вот, ну неважно, она там такая и есть. У него заказов будет 30 миллиардов долларов. На 30 миллиардов долларов. Вот, тогда у нас есть шанс получить по 1 центу на одну акцию. Можете там просмотреть в прошлых вебинарах, это есть. Ну и еще когда-то к этому придет в ближайшее время. Коротенько. Да, примерно так, Евгения. Спасибо. Да, тоже одно из условий. Правильно. Адресных проектов будет валом. Уже по предзаказам на десятки миллиардов. Конечно, они не предзаказы, Олег. Их так нельзя называть. К сожалению, ошибка проскочила, она повторяется. Это не предзаказы. Это так называемые намерения. Это еще не предзаказы, если говорить чисто о таком, ну скажем, деловом, организационно-юридическом и правовом поле. Это, скажем, еще упал. Тут уже не раз этот вопрос задавали, скажем, досужие иностранцы, иностранцы из Англии. И спрашивают, где у вас это есть, там, из Брусселя звонили и так далее. Нет, это не предзаказы, это протоколы намерения, соглашения определенные. Что ж, одна сторона готова и видит, что ей необходимо, а другая сторона говорит, что вот мы технологию просертифицируем, и мы готовы на определенных условиях с вами начинать дальнейшие переговоры. Ну, что-то типа этого. Не, Евгений, думаю, раньше, как только начнутся АТ, мы уже будем иметь прибыль. Нет, АТ, они могут начаться, вы знаете, смотрите, я извиняюсь, я не могу говорить, значит, я не выключил свой телефон, прошу прощения. Значит, смотрите, дело в том, что вернемся обратно опять, вот очень хорошее окажется здесь у меня, значит, что у нас здесь есть с вами, нет, пардон. Вот, смотрите, что мы здесь видим с вами. Мы с вами видим, что этап строительства 2,5-5 лет, а проект-то здесь начался, друзья, он, в принципе, инициировался здесь, он здесь завязывался, как-то картошка китайская, да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И только после того, как сложилось все, изыскательская разрешительная документация вся есть, инвестор уже созрел, пошел этап финансированный 2,5-5 лет. Предположим, что мы сертификацию закончили весной, или, скажем, она вошла в ту фазу, когда уже можно осуществлять определенные строительные работы. Вот, откладывайте оттуда 2,5-5 лет абсолютно. Что-то быстрее, в Австралии построить быстрее, где-то медленнее. Но, чтобы построить 30 миллионов на 30 миллиардов или 100 тысяч километров, то здесь надо потрудиться, дорогие друзья. Но это не значит, что проекты будут как-то, ну, скажем, вяло идти. Нет, но объемы должны быть, дорогие друзья, и поэтому иначе мы здесь не продвинемся с вами. Извиняюсь, никуда я пошел. Так, куда мы тут пришли с вами? Команды. Так, вот, значит, здесь такая истерия. Так, понятно, а почему тогда в роликах указывает уже сумма? А кто это указывает вам, Олег? Понятно, а почему тогда в роликах указывается уже сумма? Какая сумма? Назовите мне эту сумму, я вам прокомментирую. Я не знаю таких роликов. Да, есть разные ролики. Есть, есть. Я не буду пальцем показывать на коллег из других структур. Чего ты, 63 миллиарда? А, 63 миллиарда, это, дорогие друзья, является у нас, скажем, просчетно. Вы можете и большую сумму написать, можете и меньше написать. Она ничем не обоснована. Скорее всего, я думаю, вы что-то путаете, Олег. Потому что 63 миллиарда, это акционерный, почти 63 миллиарда, он чуть меньше. Это акционерный капитал Евразийн Релестовый Системс Холдинга. Это его акционерный капитал, да. Так, значит, кто у меня еще? Есть вопросы там еще? Так вы у Хавратова спросите, Виктория. Это Хавратов там рассчитывает, понимаете? Это же логика. Я уже один раз опять-таки, кто внимательно слушает, я раз говорил, что Хавратов рассчитывает как специалист фондовый, как на фонде. В строительстве это не так происходит. Там играют, когда играют бумажками, акциями, просто так играют. Там так может быть. Но, пардон, есть реальные процессы, которые нельзя ни перепрыгнуть, ни исключить. Они одинаковы везде, от Америки до Японии. Неважно, каким бы путем вы ни шли. Ехать там через океан, или же здесь через Атлантический, через всю Европу, Азию и в Японию. Все равно во всех странах, из севера на запад, из запада на восток, везде одинаковы. Поэтому я показывал вам схемы. Поэтому считать, просто манипулировать цифрами и бумажками нельзя. Надо смотреть и чувствовать, что за этим процессом стоит. А на фондовом рынке, да, можно так поиграть. И поманипулировать, и сказать, ребята, идите, давайте покупайте эти акции. И почему? И поэтому мы знаем, что все эти фондовые рынки, что происходило с недвижимостью. Абсолютно дали дешевые деньги. Я прекрасно знаю, что в Эстонии произошло. В 2007-2008 годах. Накопили, сдули все цены, понастроили. И вдруг поняли, что то, что говорили 100 миллионов, оказывается, всего 15 миллионов стоит. А просто договорились раньше банки, что это 100 миллионов, бегите, ребята, занимайтесь. А потом по 15 миллионов забрали то, что было по 100 миллионов, как бы задекларировано. И банки ни за что не отвечают. Ровно как и те биржи, где сыпанулась вся недвижимость в 2008 году по всему миру. Мы же помним, чем это аукнулось всем, в том числе России. Поэтому вот это, Виктория, что вам дают 100 акций, это из той серии. Когда планируется вход в корневую технологию, неизвестно еще. Нет, конечно, дорогие друзья, это же вопрос такой, он не планируется. Это же процесс такой, что вы знаете, это типа того, что мы движемся. Вот мы собрались с вами и говорим, что мы поехали на Северный полю. Но мы знаем, что в промежутке мы просчитали вроде бы все, да, что мы остановимся там, пополним свои запасы, там сделаем что-то, там что-то. Но мы еще в пути. Но вот вдруг мы приплыли, допустим, в ту же самую Австралию. И в Австралии появились какие-то обстоятельства, которые нас заставляют или дополнительно докупить что-то, или пересесть на другой корабль, или еще что-то сделать. И поэтому могут быть отсрочки какие-то, или наоборот скажут, что вы не можете здесь стоять, давайте быстро уплывайте, где-то мы будем через две недели раньше, или на две недели раньше, на Южном полюсе. Пардон, я не знаю. Вот. Поэтому здесь очень трудно это говорить, когда планируется выход в корневую технологию, неизвестно еще. А, входом, закрытие. Поэтому, одно могу сказать, одним важным индикатором является то, что когда будет полностью проинвестирована вся сумма необходимая для завершения строительства Эко-технопарка. Пока такой суммы нет. Поэтому спите спокойно. Что увидел? Ну, будет считать, что понял. Ага. А, ну, увидел. Да, вот именно Олег. Молодец. Вход закроется, когда вы купите долю компании, ну, не долю акции не выкупят, еще раз повторяю, Олег, не выкупят, а когда иссякнут акции компании. Вот они иссякнут, все. Когда или выпустят новый, и скажут, что вот просчитали, очень дешево выдавали, не хватило нам, с одной стороны, акции ушли, а инвестиции не поступило столько. Реально? Возможно? Возможно. Просчитали. Выпустят еще акции. Открой другую компанию. Или вдруг пришел инвестор и говорит, что ребята, сколько там не хватает, столько-то. Об этом идут не разговоры. Не разговоры, а подготовка, дорогие мои, идет. А когда это произойдет? Каждый переговоры требует от двух с половиной до шести месяцев, иногда до года. Потому что масса разных документов. Ведь даже если эта компания, инвестиционная компания, она показывает, что у нее на счету есть там 500 миллионов, есть такая, я сам лично видел, да? Вот то до того момента, когда она сможет пользоваться или взять эти деньги оттуда, все сразу или траншами пройдет определенный период. Два, три, пять месяцев. Как минимум. Это как минимум. Потому что там есть целый ряд действий, которые надо осуществить. Это как стой картошка. Я вам опять перевожу этот пример. Потому что раньше банки, а эти деньги лежат в банке, не разрешат, пока действует такая модель финансирования или, скажем так, оформления, да, всем финансированием. Поэтому это все занимает столько времени. Отсюда все это и выходит, так? Да, придут, придут, может быть, акулы инвестирования. Но вы же понимаете, к нашему счастью или к несчастью, эти акулы инвестирования, они испорчены. У них фокус съехал благодаря тому, что банковская финансовая мировая система, она идет по наклонному пути. Если не сказать, что она уже ниже нижнего, еще уже находится. Это полный коллапс, кризис. Пока выплывает благодаря, ну, как бы, фокусам, которые они тут осуществляют по всему миру. Это парадигма финансирования, инвестирования и, вернее, даже неправильно не так, а парадигма денежной, мировой денежной системы, она должна быть изменена. И только после этого у нас появятся модели правильного инвестирования. Но это отдельный разговор. Вот. Теперь по этой теме. Здесь есть основные мои координаты, наши координаты с вами, друзья. Вот, время очень быстро прошло. Я сегодня хочу с вами, значит, еще поговорить. Видите? Значит, смотрите. Есть у нас здесь концепция линейного города. Это строительство начинается посередине идет строительство. Слева проекты линейных участков, справа проекты классов. Спасибо. Спасибо.